Мы предложили всем нашим производителям отдельные магазины для того, чтобы они специализированно выставили всю свою продукцию и показали, что есть. Ну и кроме того, конечно же, вот это место, центр города, логистика, метро здесь у нас хорошо, еще рядом паркинг на 500 мест. Это наши производители, тепличный комбинат, продают свою продукцию, выращивают цветы, пользуются хорошим спросом. Минский тепличный комбинат. Это символика, сувениры. Вот это наше минское предприятие, спутник, туристическая организация. Продаем туры как по Минску, так и туры предлагаем по Беларуси. Самый различный ассортимент. Во все туры мы включили столицу как объект посещения обязательный, для того, чтобы люди могли бы приехать в одном месте и купить продукцию, которую мы выпускаем в целом по всей стране, чтобы не ездить по всем магазинам. Здесь не можно отсаживать пару минут, расскажу. Площадь общая у нас 75 тысяч, 116 объектов на трех уровнях, загрузка 98, почти с половиной процентов. Ну, в основном это белорусские предприятия? Да, все наши бренды, которые есть, и Коммунарка, Слодор, Спартак, и Обувь, Луч, Светана, Беллес. Большой пошел спрос, но когда увидели, что поток людей до 12 тысяч в день приходит, то очень многие пошли и с удовольствием наши производители. Ну, то, что вы сделали, наконец, белорусский торговый центр, это уже хорошо. Но мы вчера с тобой договорились, что на выезде, Московское шоссе туда, на выезде, недостроенный центр, возьми на контроль. Иран там начинает строить и не работает. Значит, надо создать точно такой, по этому принципу, ну вот что-то новое будет, создать торговый центр. Белорусское, белорусское, белорусское. Нас никто не упрекнет из иностранцев. Ну, ушли, уходите. Мы будем продавать свое. Поэтому там должен быть точно такой торговый центр. Мы вчера с ним об этом говорили. И это уже надо начинать сегодня вечером работать. Мы уже работаем. Мы достроим, и еще с прибылью достроим, и будем там работать. Потому что у нас есть эти предприятия, которые хотят делать. Министерство промышленности, бытовая техника, которая выпускается для многих. Если кто-то хочет по импорту работать, тот, кто остался ради бога, приходите, работайте. Но уже надо выстраивать политику так, чтобы приоритет был белорусским. Да, мы так и делаем. Перспектива – это завершить модернизацию, дальше работать с национальными производителями, привлекать бренды, мы заключили договор. Поручили, приняли решение, никого не надо за руку водить. Все идут. Надо продавать белорусским. Все хотят хорошую зарплату. А хорошая зарплата, когда реализуется товар. Что же мы внутренний рынок отдали, неизвестно кому, сидим, руки сложим. Поэтому вот ситуация, я говорю, не было бы счастья, несчастье помогло. И в этом плане тоже. Это подтолкнет нас к тому, что мы начнем, наконец-то, продавать белорусское, как следует, в полном объеме. Я еще хотел сказать, что мы, кроме того, заключили договора с нашими университетами для концертных программ. Университет культуры и Академия искусства. Они будут показывать, потому что студенты просят, дайте нам где-то показать свое творчество. Надо же какую-то копейку им за это платить. Да, и они еще попросили, будут продавать свои картины, которые рисуют произведения. Студентам денег жалеть не надо. Да, никто не говорит о том, что мы там вертолетные деньги будем разбрасывать. Но если студент пришел, что-то там сыграл, что-то спел, картины захотят вывесить. Пусть продают. Пусть продают. Да, надо поддерживать. И также договоренность есть с нашей школой красоты. Это показы, для того, чтобы наши модели показывали нашу продукцию. Это красный пищевик, пользуется большим спросом. Постоянно люди покупают. Продукция свежая, все самое лучшее. Что вы, зефир продаете? Да, зефир, пастилу, мармелад. Я люблю зефир, и все сладкое. У нас еще новые есть продукты, это жевательные, мармелад. Молодежи и детям нравится очень. А это что? Это слива в шоколаде сушеная. Вот это хорошее слива. Да, это можно. Это не с калорием. У нас в Славгороде в этом месяце запущено новое производство. Сегодня продустроено 70 человек. Это абсолютно новое предприятие. Молодец, что открыл именно в Славгороде. Там вот как раз то, что в районном центре нам надо открывать предприятие по 70-100 человек. А для районного центра это спасение. Потому что там всегда до сотни человек безработных. Вот открыл. И, наверное, они же неплохо работают. Сейчас предприятие за три месяца уже выходит на положительные темпы в работе экономики. По девяти месяцам, я думаю, предприятие уже будет обеспечивать чистую прибыль. Сегодня все предприятия концерна кондитерские обеспечивают положительную динамику производства. Выше 100%. У тебя какао-бобов этих хватает? Хватает. Сегодня мы решили вопросы и с логистикой, и с оплатами. Все идет. Сам торгуешь, проблем нет? Нет, проблем нет. Но рынок внутренний немножко освободился. Освободился. Никого сюда больше не пускай. Ты должен любыми способами удерживать свой рынок, чтобы наши работали. Поэтому смотрите, рынок наш внутренний, на внешнем нас тоже знают. Ну, нам-то много и не надо, что мы уже гиганты такие. Совершенно верно. Наша задача внутренний рынок обеспечить... Да, надо обеспечить своих людей, обеспечить работой и зарплатой нормальной. Добрый день. Вы уже что-нибудь купили? Купили? Нет, по глазам вижу, что не все еще. Покупайте. Купляйте белорусское. Здравствуйте. Концерн, открыл магазин. Здравствуйте. Здесь представлена продукция вся базовая, которая пользуется спросом в населении. Ну и расширяя коллекцию, это другая модель, и другой дизайн, и полотно другое. Мы вам благодарим, во-первых, разрешите пользоваться, что вы вообще доверили. Белорусской промышленности такой важный проект. Так в этом замысел был. Ту молодежь, которую вижу, когда одевают ее в костюм. Наши. Наши, да. Ну и сейчас, да. Умели делать и умеют. Видите, встряхнули всю промышленность. И в текущем периоде, вот как раз сама ситуация. Вот нам осталось только тебя встряхнуть, чтобы ты все производила. Я считаю, что увидела что-то импортное, принесла, на предприятие повесила, делайте. Ну, смотрите, только сценами не балуйтесь, чтобы люди могли покупать. Да, да, да. У нас в рояле стоит, играет белорусскую музыку постоянно. Вот это кафе Моэстро от Крыма, Белгопсоюз. Добрый день. Добрый день. Это упаковочная продукция, кто покупает подарки. Здесь услуга по упаковке. Специально взяли виды Старого Винска, делали картины для того, чтобы сравнение было, было, стало. Ну, я помню, что это такое было. Вот здесь тоже открыли очень хороший магазин. Белолехпром, блоки, постельное белье. Очень хорошая столовая тоже. Есть линейка различного ценового сегмента или различного вкуса. Плюс на данной площадке мы решили, чтобы тоже покупателю можно было как-то разнообразить. И домашний бельевой текстиль, то, что можно купить и столовое белье, и постельное белье. Ну, и домашнюю одежду, пижамы, майки. То есть для того, чтобы все это в одном месте, все белорусское. Это для детей площадки, потому что родители приходят, мама в магазин, но дети могут здесь быть. Ну, вот калинка. Калинка. Человек, вот, как калинка популярностью пользуется. Сейчас как раз уже школьному сезону новую школьную форму они предлагают. Оно вообще считается наряду с Илемой вот такое уровневое предприятие именно для женской одежды. Спрос на это есть, да? Да, калинка очень спрос. Но это швейное? Да, швейное, оно сугубо швейное. И они участвуют в программе «Види в школу», подшивают процент восприятия из производственной программы. У них задействована всегда в школьной форме. Шьют для девочек все практически ассортиментные позиции от влачей школы, средней школы и старшей школы. Добрый день, девчата. Вы минские или аршанские? Молодцы, что до Минска добрались. Молодцы, что вы лен не забыли. Ой, не забыли. И даже разнообразие каждый ежегодно. Ну а вообще тенденция по лену. Очень замечательно. То есть люди покупают. Очень, очень много. И сегодня мы расширяем линейку. Идут уже преды и постельное белье, лен, вискоза. То есть для того, чтобы разнообразить. Есть и такие более, как скажем, национальные мотивы, где идет вот народная больше тема. А есть именно уже в такой элитную. То есть все, что угодно. Вышивку используют, печать. Василек вышивки. Очень любят вообще российские гости все вышивки. Вот когда на льне вышивка, очень красиво. Именно тема, знаете, такой домашней деревенской хатки. Выставка картин. Это тоже собрали наших старых фотографий. К сожалению, конечно, уже мало сохранилось таких фотографий. Но наделали очень много. И в принципе, люди приходят, фотографируются на фоне. Снимаются. Тенды снимают. Вот это Савушкин продукт. Новые необычные товары, которые до этого у них не было. То, что они сделали ворьбе, решили великолепно делается. Соршик? Соршик. Попробую раз соршик. Открывай же все. Это, да? Да. Это Оршик. Вот это уникальная линейка Савлига. То есть мы первые пока в стране начали это делать. Я надеюсь, что все остальные подтянутся. Мы сделали ассоциацию. И будем стремиться к производству этого продукта. Он отличается к казинам, к бета-казинам. Один и от два. В разнотраве Беловежская пуща. Ружаны, Беловежские сыры. Вот их очень хорошая продукция. Редактор субтитров А.Семкин